Тоже очень полезное, тонизирующее, и к тому же вкусное и красивое блюдо сегодня приготовит ведущий нашей кулинарной рубрики Ольга Бакланова. Мы говорим про человека, у которого нет сил, мало каши ел. А на другом конце света, в Чили, об этом же человеке скажут, что мало кассуэла ел. И сегодня я готовлю самое известное чилисское блюдо, о котором поэт Пабло Неруда написал. Встречаются в бульоне, как молодожены. Вкусы земли и моря. Я покажу вам рецепт классической кассуэлы на мясном бульоне с овощами, которые подарили миру латиноамериканские индейцы. Для этого мне понадобится 3 литра мясного бульона, картофель по количеству порций, полкило тыквы, 1 лук-порей, 1 морковка по 1 красному и зеленому болгарскому перцу, 200 граммов зеленой фасоли и 2-3 початка кукурузы. Еще нужно будет из специй кумин и араган. Бульон у меня уже готов, поэтому я сейчас отправлю туда картофель, который опущу целиком. Его не нужно резать. Я наконец-то взрезала свою большую тыкву, и теперь я ее порежу на крупные кусочки и прямо вместе с кожурой отправлю вслед за картофелем. Теперь я нарежу морковь. Ее можно врезать достаточно крупно. Кто как любит. С луком-пореем нужно быть очень аккуратным, потому что когда мы его разрезали пополам, здесь между листиками может быть грязь, песок. Поэтому его лучше промыть, что я и сделала. И теперь его просто нарезать тонкими полосочками. Пока я подготавливаю овощи, в кастрюле у меня варится картофель и тыква. Они должны провариться где-то минут 15, и потом мы постепенно будем добавлять оставшиеся овощи. Теперь я порежу перец. Я нарезала все овощи, и теперь по очереди отправляю их в кастрюлю. Начинаю, естественно, с самых твердых, это морковка. Следующие у меня пойдут перцы болгарские. Теперь это все должно провариться еще минут 15, пока картофель совсем не станет мягким, и тыквы тоже. И потом уже я буду добавлять туда кукурузу и зеленую фасоль. С кукурузой лучше не срезать зерна, а нарезать ее такими кусочками полтора сантиметра шириной, потому что именно в середине кукуруза тоже содержится очень много вкуса, и он придаст нашему бульону кукурузу или неповторимый аромат и вкус. Овощи у меня уже достаточно поварились. Я буду добавлять туда оставшиеся ингредиенты. Это фасоль и кукуруза. На этом этапе в суп уже можно добавить чайную ложку специй. Теперь я это все перемешаю аккуратно, и дам супу повариться еще минут 5-7. В Чили существует традиция. За каждым днем недели закреплено определенное блюдо, и куцуэла как раз выпадает на вторник. Но у нас нет нужды следовать этой традиции, поэтому мы можем приготовить это вкуснейшее чилийское блюдо в любой день, когда нашей душеньке будет угодно. И в этом вся соль.